Сегодняшнее видео мы начнем с просмотра видео одного гения, где он нам продемонстрирует свой гениальный способ создания велосипеда, ну или другого двухколесного транспорта. Смотрим! Субтитры сделал DimaTorzok Делать мотоцикл с нуля мы не будем. Сегодня я покажу только те параметры, которые при настройке будут отличаться от настройок машины. Все остальное вы сможете посмотреть в предыдущих роликах моих. Ссылка на них будет в описании. И начнем мы сегодня с блупринта, блупринта мотоцикла. В нем выберем Wiggle Movement Component. И начнем с первых параметров, это Wheel Setups. Тут, как видите, два колеса. Собственно, настраивать колеса я уже показывал. Тут все то же самое. Следующий раздел это Mechanical Setup. Тут все то же самое. Настраивается крутящий момент, обороты и так далее. Нам это тоже не так важно. Но еще главное заметить, что у мотоциклов всегда задний привод. Ну и первый раздел, который нам нужен, где мы будем настраивать, это Wiggle Setup. Здесь включаем Enable Center of Mass Override. Это изменение центра тяжести. И здесь нам нужно сделать так, чтобы наш мотоцикл стоял ровно и при езде, и когда он будет стоять без движения. У меня, например, по CZ стоит 5. В этом случае он придавлен к земле достаточно сильно, чтобы не переворачиваться. Но следующее, что нам нужно настроить, находится в разделе Arcade Control. Во вкладке Torque Control. Включаем, то есть нажимаем Enabled, и ставим Rotation Damping на 15. Я поставил. Можно поставить на больше. Это даст нам при повороте нужный вот такой вот наклон, что, в принципе, бывает в реальной жизни при повороте на мотоцикле или на велосипеде. То есть чем больше Rotation Damping будет стоять, тем меньше он будет наклоняться при поворотах. Давайте повторим еще раз, что мы сделали. Во-первых, включаем Center of Mass Override. Выставляем Center of Mass так, чтобы у нас при езде транспорт у нас не переворачивался. Я, например, поставил на 5. Можно поставить на 10, на 15. Главное так, чтобы он держал равновесие. И второе, что мы настроили, находится в разделе Arcade Control. Во вкладке Torque Control включили мы эту функцию. И Rotation Damping выставили на 15. Можно поставить больше. И тогда у нас при поворотах мотоцикл будет наклоняться не так сильно. Переходим к колесам. XL Type. Front, Rear выставляете в зависимости от того, какие это у вас колеса. Ну и чтобы он у нас нормально поворачивал, вы Friction Force Multiplier на передних колесах ставите меньше, чем на задних. Об этом я говорил в прошлом видео. У меня здесь стоит на задних 4, на передних 2. Открываем Mesh, то есть саму модельку нашу. И открою я Skeleton Tree. И нам покажут там скелет. Собственно, вот кость Барри, то есть кузов сам. Есть заднее колесо, которое крутится отдельно от кузова. И оно прикреплено непосредственно к кузову. Но переднее колесо не прикреплено конкретно к кузову. У меня сделано так. Идет кузов Body, то есть кость. Потом идет кость Steering. Это весь руль, то есть он включает в себя и колесо, и все остальное. Затем идет Steering Suspension и Wheel Front, само колесо. Но если мы будем использовать именно Wheel Front и крутить именно его, то оно у нас будет крутиться вместе с рулем. То есть будет крутиться вот так. Нам это не нужно, поэтому мы сделаем немного хитро. Давайте откроем Animation Blueprint. Здесь на BeginPlay у нас от TryGetPoneOwner проверяется наличие, принадлежность этого класса к транспортным средствам. А затем на UpdateAnimation мы берем от компонента VehicleMovementComponent как раз-таки нашего оунера, того, кто владеет этой анимацией. Берем от него функцию GetStringInput и записываем ее в переменную Steering. И также берем ForwardSpeed, ну то есть скорость. Умножаем ее на 0,36. И записываем ее также в Speed. Это у нас скорость в километрах в час получается. Затем мы также берем от VehicleMovementComponent массив Wheels. Это массив из колес, который у нас вот здесь записан в Wheelsetups. Берем элемент с индексом 0, то есть самый первый, и проверяем, находится ли колесо в воздухе с помощью функции IsInAir. Если колесо находится в воздухе, значит мы колесо не будем вращать. Поэтому FrontWheelRotation через Select мы выбираем, как раз таки проверяем, у нас колесо находится ли оно в воздухе. Если да, тогда оно крутиться не будет. То есть мы в FrontWheelRotation записываем ее значение. Если же нет, то мы в зависимости от скорости, то есть просто ForwardSpeed, умножаем на 0,3 и прибавляем это значение к, собственно, уже тому значению, которое было записано здесь до этого. Переходим в AnimGraph. И здесь начинается все с Mesh, Space, Rev, Pose. Затем Wheel Controller. Это мы уже с вами знаем, что такое по настройке автомобиля. А теперь нам нужно будет понять, что это такое. Transform Modify Bone. Значит, это у нас функция, которая поворачивает какие-то кости определенные. Нам нужно в этом случае поворачивать колесо переднее, то есть кость Wheel Front. Rotation мы берем функцию MakeRotator, чтобы настраивать именно ось Y. И как раз таки в Y мы записываем значение FrontPoolRotation. Все остальное у нас по нулям. После этого идет Component Local. И далее у нас идет Control Rig. Чтобы его вызвать, нам нужно написать просто Control Rig, ну и вызвать, выбрать эту функцию. Нажимаете на эту функцию и находите параметр Control Rig Class. И туда, собственно, записываете свой Control Rig. Control Rig создается очень просто. Нажимаете правой кнопкой по Mesh в разделе Create и выбираете Control Rig. Все. Далее, видите, у меня подключено к нему две переменные. Открываем наш Control Rig. Здесь у нас первое, что есть, это Forward Solve. А затем идет функция SetRotation. В ней в Type указан Bone, а Name, это в моем случае SetRing. То есть, руль мы будем поворачивать по оси Z. В Rotation мы берем функцию FromRotator. Затем она у вас будет, скорее всего, сложена вот так. Нажимаете на стрелочку, и у нас появляются три разные оси. В X и Y мы будем записывать нули всегда, а в Z мы будем устанавливать определенные значения. Значение, которое нам нужно будет, нам нужно будет делать с помощью функции Alpha Interpolate, куда в Value мы будем записывать значения из переменной Steering. Создаем две переменные. Первая у меня это Speed, и вторая это Steering. У обеих переменных необходимо выставить параметры Instance Additable и Expose and Spawn. Это позволит нам сразу записывать в них значения при вызове через Anim Blueprint. В Anim Blueprint нам нужно выбрать Control Rig и в Input возле наших двух переменных поставить Use Pin. Таким образом у нас появятся пины, и мы можем подключить и передавать таким образом значения. Вернемся в Control Rig. Повторю, что мы используем Alpha Interpolate. Value это у нас Steering переменная. Затем в Min и Max в OutRange мы записываем следующие значения с помощью пары функций. В InRange мы выставляем в Min минус один, в Max один. Переменная Speed нам нужна для того, чтобы в зависимости от скорости выставлять максимальный поворот руля. То есть, когда у нас мотоцикл поворачивает, то он поворачивает на большой скорости не от того, что руль повернут, а от того, что он наклонен. И руль в этом случае поворачивается не сильно. Как раз таки это мы будем повторять. Мы в зависимости от скорости, то есть на скорость больше 30, тогда у нас руль поворачиваться при повороте вообще не будет. Мы будем поворачивать, но анимации того, как будто бы он поворачивает, повернут, не будет. Для этого мы делаем соответствующие функции. Делим значение Speed на 30. Потом через Interpolate, это аналогия функции Lerp в обычных бутпринтах, в T, то есть значение мы записываем, как раз таки результат разделения. В первом случае в A у нас минус 30, во втором 0. Дальше с помощью функции Clamp ограничиваем эти значения. В первом случае от минус 30 до 0, во втором от 0 до 30. Далее выставляем галочку на Interpol Result. Interpol Speed Increasing я поставил на 6,5, Interpol Speed Decreasing я поставил на 10,5. Ну и давайте теперь просто посмотрим общую картину кода. Я просто покажу вам, а вы можете повторить, если вам нужно. Давайте теперь запустим нашу игру и посмотрим, как у нас действует наш мотоцикл. Он ездит, прыгает, как должен. Как видите, руль у нас поворачивается при маленькой скорости, но на большой скорости он не поворачивается, а просто наклоняется. И, соответственно, как бы за счет этого мы поворачиваем. Есть, конечно, небольшая проблема с тем, что при повороте колесо проваливается, но это, в принципе, можно исправить, если поставить в Sweep Shape заменить Raycast на Spherecast. Ну вот, собственно, оно перестало проваливаться. Вообще, на самом деле, есть одна проблема небольшой мотоциклов. Они на маленькой скорости, как любой другой маленький транспорт, почему-то начинают дребезжать. Это можно исправить простым способом открыть Project Settings и в Physics включить галочку на Tick Physics Sync. То есть, чтобы у нас физика просчитывалась асинхронно. Получается у нас более плавное движение транспорта и вообще любых других объектов. Ну, собственно, на этом все. В описании будет ссылка на плейлист со всеми частями, где мы собирали автомобиль. Кроме того, в описании будет ссылка на паблик ВКонтакте, на Твиттер. Подписывайтесь там, подписывайтесь здесь. На этом все. Всем удачи!